Социальный лифт запустили в Чувашии. Два конкурса для управленцев региона проведут в этом году в республике. Соответствующий указ подписал сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии во время встречи с полуфиналистами всероссийского конкурса «Лидеры России». Их опыт пригодится в организации состязания местного масштаба. Тему продолжит Ирина Волкова. Выйти в полуфинал конкурса «Лидеры России» – это уже победа. Дистанционные испытания по всей России в этом году проходили более 90 тысяч человек. А в региональные полуфиналы прошли лишь три тысячи управленцев. На очных испытаниях их компетенции оценивали специальные комиссии – профессионалы по подбору персонала. Вместе с солидным опытом, впечатляющим бизнес-резюме, конкурсанты пополнили и копилку идей. Они непременно хотят воплотить их уже здесь, на родине. У нас 14 дипломированных специалистов по народным промыслам. Хотелось бы с вами тоже поработать в этом ключе. У нас есть свои наработки. Хотелось бы от вас поддержки в этом движении. Профессиональная подготовка IT-кадров в регионе тоже требует внимания, считают лидеры. Неплохо бы реанимировать IT-кластер, созданный в республике несколько лет назад. Все, что со стороны цифровых технологий требуется для этого, мы готовы в этом участвовать. Мы в этом заинтересованы, потому что этот уровень, который у нас есть, его надо сохранять и поддерживать. Со своей стороны готовы вникнуть в ваши предложения. Те, которые вызовут, проекты, которые вызовут чувство гордости за нашу республику, привлекут внимание к вашей профессии. Те проекты, которые действительно важны и для наших жителей, при поддержке Олега Алексеевича мы, конечно же, поможем реализовать. Не зря конкурс «Лидеры России» уже третий год подряд называют социальным лифтом. Участников берут в оборот госструктуры. Высокие должности получили более 150 лидеров России. Двое возглавили регионы, пятерым нашли применение в федеральных министерствах. Как использовать ресурс управленческих кадров Чувашии? Это главный вопрос. Тех, кто показал себя, полуфиналистов, те, кто вышел в очный турнир, скажем так, лидеров России, первое, привлекают в общественные советы, экспертные советы при главе региона. Такая практика существует. Есть практика, что берут советниками региональных министров. Мы поставили перед собой цель серьезно переработать стратегию развития республики и пересмотреть, если не все, большинство подходов к реализации этих целей. И в этой связи, конечно же, вовлечение компетентных людей, это очень важно. На волне всеобщего внимания ко всероссийскому конкурсу, инициированному президентом России, свои региональные уже запустили Татарстан, Нижегородскую область. Это ресурс для создания кадрового резерва и для подготовки к федеральному этапу. Вот указ, в соответствии с которым, я его сейчас подпишу прямо при вас, этим указом мы объявляем республиканский конкурс. Направлений предполагается два – для опытных управленцев и активной молодежи. Разрабатывать положение будут Министерство образования и администрация главы Чувашии. Ваши компетенции здесь, ваш опыт, ваше участие, я думаю, будет вот прямо вот очень нужно. Поле деятельности огромное. Для организации конкурсов понадобятся и наставники, и эксперты, и специалисты по оценке. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.